Вчера вся страна отметила самый мужественный праздник – День Защитника Отечества. В эту торжественную дату жители района ждала насыщенная программа мероприятий. Празднование началось традиционным митингом на Площади Победы. Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны. Он является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечества, несет боевую вахту и только готовится вступить в ряды российской армии. Всем по мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве. Укрепляет славу и мощь великой России. У ватцы возложили цветы и венки к мемориалу и почтили память земляков, не вернувшихся с полей сражений, минутой молчания. Во время церемонии у подножия мемориала на посту находился почетный караул. Молодые люди в солдатской форме и с автоматами в руках. В череду мероприятий продолжил концерт в районном Доме культуры. В честь защитников Отечества прозвучало немало теплых слов и поздравлений. Местные артисты порадовали гостей песнями и танцами. Молодые рвутся сердца, лишь бы долететь до Кривца, где растет разгинистый густ пушистой сирени. От героев былых времен Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, Стали просто землей и травой. Папина дочка, папина радость, Если бы только счастье осталось. Папина дочка, шутят друзья, Папиной дочке плакать нельзя. Зритель концерта Николай Потапов по-особенному относится к празднику Дня защитника Отечества. Ну, праздник 23 февраля – это как бы наш праздник мужской, потому что мы в свое время тоже и служили в армии, посвятили в те времена три года службе в армии. Основные культурно-массовые события праздника развернулись на летном поле и картодроме. В течение всего дня каждый желающий мог принять участие в соревнованиях по фигурному вождению автомобиля и гонках на снегоходах, покататься на картинге, а также полюбоваться красотами Увата с высоты птичьего полета. Любители настоящего экстрима получили максимальный заряд адреналина, совершив прыжок с парашютом. Праздника у вас также, спасибо!